разбираться почему я посмотрю на своих гостей сколько можно уже знакомы больше 10 лет нет было ни одного случая чтобы пропустили что-то так лиля сестра к вам обращаюсь значит я недавно копался в интернете мне нужна была информация о нашем уникальном человеке значит вот я нашел три его публикации так пока пусть это будет как назовем это интригой да вот я хочу их прям с экрана зачитать и записать но точно такой же случай как вот с девочкой это надо доводить до ума а вы как член моей команды специализируетесь именно на аудио статьях то есть я статьи зачитал слух а вы их как бы обрабатывали там с музыкой там с рекламой доводили дома вот сейчас я вдруг нашел три статьи забытые напрочь естественно забытое ладно скажу фамилию этот наш далматов валий сэндвич тот же который создал уникальную лак мастику вот и у меня есть его персональная статья раз и у статья о облепихов масле которая нам продают как отрава утверждает гражданин долмат вот я вас попрошу я будет на это время я их зачитаю право мой голос запишите и переведете нормально нормально идти у нас как там так хорошо я давно ко мне обращался такими просьбами вот поэтому увидев ваше имя я к вам обращаюсь такой просьбой так что еще кто-то коленина вы не знаю наверно новичок вот да еще несколько новичков все давайте тогда так начинаем начали я дальше только где одно из моих маленьких открытий вот поверьте видно или не видно во первых что это антоновка во вторых она сладчайшая сейчас сладчайшая вот как она стала сладчайшая очень просто в эти дни у нас было минус 5 минус 6 минус 7 минус 0 и потом опять минус 7 сегодня я привез деревни последние собирал вот на дереве еще висит немножко и упавшие лежат и что я обратил внимание они какие-то стали даже чисто внешне вот видеть его элемент они стали как бы желтея как бы не подгнившие как бы переспевшие и вот сейчас она необыкновенно вкусно я сказал себе я впервые обратил внимание на 73 году жизни что подмерзшее яблоко может быть настолько вкусно хотя по идее она должна еще лежать до весны и быть такой что если дашь плоп то тут шишка а и хоть бы что но тем не менее вот сейчас она подмезла и стала необыкновенно вкусно даже внешне поверьте мне что на секунду даже сверху лечу чтобы видно было посмотрите внимательно это я начал есть еще до времена только приехал сразу давай есть это сегодняшний урожай все вот это я вам подсказал вот будут ли черенки много не будет угроблю угроблю чуть мое сердце а долна тоже мне сегодня позвонил скажу что вышел волшебный лак мастику вот она чем хороша мороз морозом в сиренки то я режу на морозе одно из главных качеств мороза что деревья спят и минимальное повреждение именно во время сна то есть во время нет анестезии назовем это анестезией и тогда я делаю я режу кто-то за мной идет и кисточкой эти ранки замазывают и не поэтому ли у меня я никогда не утверждаю на сто процентов опыта должно быть много сто раз больше чем я сделал но мой сад цел и обомнил а по округе все уничтожено как туда попадала эффекция не скрою через раны я только чик и рану замазал чик и разу замазал поняли вот так друзья так что я поневоле еще порекламировал лак мастику долматова идем дальше теперь я возвращаемся ну то есть дальше по порядку так брат привет юрий железов леонид привет родничин привет соловьев всем добра и вам тоже добра федосеева междуречин здравия горячихина добрый вечер так междуречин кстати я живу ленинск-уднецкий школьником так что мы с вами чуть ли не земляки татьяна дорогой наш валерий картины уже две недели вы пишу письма на электронную почту письма к вам не приходят в это единственный случай за последние годы даже после общения с вами по телефону ватсапу тоже не получил ответа на черное письмо к вам как делать заказ мы сейчас на секундочку далеко не это не смотрите мне кажется я видел ваше письмо вот она федосеева но это пожалуйста вот последнее дошло хочу заказ сделать ну я уже открывать не буду переписка лично а здесь написано прошу ссылку к новому каталогу ранее пристали не открывается еще раз попробуем вот если чё ну и как было у всех открывается ну раз вот бывает колдусток какой-то да кто-то вас не любит ну или меня тогда мы чё делаем я потом просто возьму вот так вот скопирую прям целиком и прям вставлю ваше письмо уже не в качестве ссылки а в качестве уже развернутого письма договорились то есть я вам вышлю очередной раз каталог не получится открыть значит развернутый отправлю ну пока на этом все у нас дела мы продолжаем вот здесь вот есть письмо знаете почему я не могу открыть и прочитать хотя добрый вечер скажите прошлогодние ваши котики можно ставить на сертификацию прошлогодние да не можно а нужно то что прошлогодние поверьте совершенно не помешает три года я гарантирую а почему не четыре потому что четвертый год я ни разу не пробовал так получилось мне не хватило ни сил ни жизни не хватит чтобы все перепробовать а пока мы возвращаемся к нам открывать ватсап не буду там сразу раз десять 20 телефонов а я все стараюсь чтобы все было инкомнито так теперь надо вернуться на вебинар а вот мы и так татьяна федосеев разобрались дамыщем ваш вопрос лобасов десногор привет из смоленской области вот елена гуси емельянова добрый вечер эльвира добрый вечер красивая фамилия наверное у башкир такая фамилия красивая татьяна федосеева какой анекдот хотел рассказать но как я про него забыл теперь он так место был так татьяна федосеева латинкова галина выслал мне посылку сарта 15 октября нормально сам а то сергей саратов здравствуйте где приобрести сарта байкалов я не знаю последние два я точно знаю что это сарта байкалов были красном хуторе но не у меня видела 10 лет назад делал фотографии рассказывал про них говорю приедет любой ученый я вот тут же отведу скажу вот заплатите там или поставьте бутылку хозяину вот я не ставлю это у меня с байкаловым были особые отношения вот он меня ненавидел причина была банальная то что он делал за 50 лет у меня получилось за несколько лет ну другое направление вот и естественно что из-за этого я не имел морального права зная где растут эти два великолепнейших дерево с громадным выражением причем фотографии у меня есть я их показывал и байкалов я рекламировал он умер я не стал обижаться я понимаю его человек столько лет положил на это а тут оказывается привил еще и был получше это особый путь но эти два были последние я про них рассказал количество просмотров там было тысячи это сейчас их сотни а тогда эти 10 лет назад 8 5 было тысячи 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 я думал дойдет до ученых приеду скажу давайте байкаловский вот день вот отведите за руку отвел бы я не стал бы там с него требовать какие-то все информации деньги или чего вот этому человеку дайте там символически за черенки деньги вот я тогда я же тогда нарезал черенков у знаете как есть пианист вы уже знаете видели фотографии да никто не знает его адреса и не надо он этого не хочет вот и вот когда я попробовал все пять сортов все они как бы особо и почему рядом нет плебея а плебеи по железу не только по железу по куда мне там соваться с моим сильным рывом пусть даже считается что допустим лысенко это чуть ли не враг лысенко и дураком выставляли но все-таки лысенко имеет такую как бы сказать посмертный авторитет что я рядом не стою но он же тоже это за телегонию да это значит что повлияли соседи а у пианиста нету рядом плебеев и вот у него получается самые из крупноплодных самые культурные ветки так называемые и я у него срезал 50 веток заплатил его две с половиной тысячи это точная цифра вот он был просто счастлив я бы две с половиной тысячи за 50 веток заплатил по принципу 50 на 50 получается две пятьсот вот я говорю как есть я бы заплатил по 100 но он это пятидесяти был рад и получилось так что я теперь единственный обладатель вот этими сортами и теперь они у меня попали они начали первые плоды я уже показывал в этом году первые заплодоносили и теперь у них опять телегония и у них опять теперь они привиты на манджурцы и теперь это опять уже особый класс и именно у пианиста то они остались как бы назвать так ну как бы сказать нетронутыми наиболее девственными так что понимаете вот это один пример а что получилось потом у этого человека а их нет уже это надо было вовремя черенки и черенки и черенки заплатить перенести и сохранить я сколько сортов сохранил то на байкаловском я не приближался и никогда не приближусь для меня это было бы нарушением какой-то этики вон там байкал на том свете а может даже слышит наш разговор вот но это только два я знал все потом еще где-то возле все тайны открывают когда я рассказал про этот случай мне позвонил всех и сказал возле знаете есть такая деревня это ближе ближе к абазине память подводит я знал мне там я еще должен точно назвать как она называется потом вспомню передайте мне вылубку там сад заложил байкал конечно зря это сделал потому что нельзя в такой глуши и всибирской дикими морозами закладывать абрикосы нельзя было надо было все равно лекарскую черту или что но туда нельзя было как же всего нас было в этом селе еще жил человек который был знаком с Мичуриным который с ним переписывался это отдельный разговор вот это отдельный разговор и вспомню ну факт то что это все сказал а мы потом вспомним возьму карту пока я тоже все вспомню и он сказал там сохранилось несколько абрикосов байкалова вот и все а что касается вот таких вот смотрите это я для другого готова смотрите покажу сейчас сейчас вот эту подлость невероятнейшую да видите эту подлость нарисованную видите смотрите найти изображение в яндексе вот и это же касается всех до единого сколько я видел фотографий где написано было там абрикос байкалова или там абрикос в общем красавчик байкала но здесь внимательно сколько чек присвоило нарисованную фотографию ведь кто-то когда-то думал и не думал кто-то покупал эти санкции по всей России что это может быть такое чтобы вот на этой вот писюльке не привязана никаким кольем вот это не упало в горшке а вы представляете и люди в этом верят ну и вот так же случилось что это и вот что я должен ответить теперь на этот вопрос ну что давайте зайдем обратно где мы были вот здесь мы были давайте зайдем обратно итак повторяю ваше это письмо повторяю ваш вопрос где привлечет святая байкала вот еще есть сын байкалов но вот как то широкое такое знаете мы не то что знаем дорогу общаемся когда это его сын высветился как член союза садоводов хакаси и абакан я знал председателя именно я знал заместителя это самое вот ко мне приезжала комиссия не комиссия а как а просто гости весь руководящий состав знакомились со мной все вот а потом оказалось что может быть их счастливее может не пристался но потом я узнал кто одним из руководителей или как там ну назовем это активных активистом был сын байкала вот вот к нему теперь адресовать вопрос поищите в интернете кто еще лучше не знаете высота какие усы потому что больше не попадалось никогда на глаза вот это я хотел сказать на этом я закончил разговор про байкала глrep å и и и и и Продолжение следует...